Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 22 марта, Православная Церковь совершает память преподобномученице Александры Самойловой Иннокене. Преподобномученица Александра родилась 22 апреля 1882 года в деревне Гряднево Гжатского уезда Смоленской губернии в семье благочестивых крестьян Никиты и Евдокии Самойловых. Брат и сестра Никиты Самойлова приняли монашество. Александра окончила сельскую школу и, когда ей исполнилось 15 лет, поступила в Спасобородинский монастырь Московской губернии. В 1919 году монастырь был преобразован в коммуну и в этом качестве просуществовал до 1931 года, когда безбожные власти уничтожили и те монастыри, которые существовали под видом трудовых артелей и коммун. Иннокене Александра вернулась на родину. Отца уже не было в живых, и она жила вместе с матерью Евдокией Ивановной. Жили они скромно, занимались крестьянским хозяйством. Александра исполняла монашеское правило и пела на клиросе в церкви. В 1937 году безбожные власти приняли решение об аресте и уничтожении всех священно- и церковнослужителей, и монашествующих, и 27 января 1938 года Иннокеня Александра была арестована и заключена в Можайскую тюрьму. В качестве лжесвидетеля был допрошен помощник секретаря местной партийной ячейки, который представил поступки и слова Иннокене во вздорном и преувеличенном виде, заявив, что та будто бы говорила женщинам-односельчанкам. В декабре 1937 года будут проходить выборы в Верховный Совет и будут раздавать листовки и будете голосовать за Антихриста. «Вы не отошли еще совершенно от Господа Бога, опомнитесь и воздержитесь от Антихристова соблазна, удерживайте и других, за это вас и Бог не оставит и воздаст вам Царствие Божие. Ваше Царство не на земле, где Антихристово Царство, ваше Царство на небесах». Далее секретарь показал, что в день выборов в Верховный Совет 12 декабря Александра на выборы не явилась и к ней домой пришли члены комиссии по выборам и спросили, почему она не идет голосовать. «Та ответила, я больная и идти на выборы не могу». Ей предложили довезти ее на лошади, а затем привезти обратно, но она на это ответила, «Все равно я голосовать за Антихристов не пойду, я лучше живая в могилу лягу и умру». И она будто бы надела белое платье, легла в постель, скрестила на груди руки и на голосование не пошла. Вызвав Александру на допрос, следователь спросил ее, «В ноябре 1937 года вы занимались чтением религиозной литературы среди женщин. Религиозную литературу я читаю только сама, приходящим я никогда не читала религиозной литературы». 12 декабря 1937 года в день выборов в Верховный Совет по какой причине вы не явились на голосование. «В день выборов в Верховный Совет я не пришла на голосование по своим религиозным убеждениям. Следствием установлено, что вы высказывали контрреволюционные убеждения, направленные на срыв выборов в Верховный Совет. Никаких контрреволюционных убеждений я не высказывала. Следствие располагает данными, что вы заявили членам комиссии по выборам в Верховный Совет, что за Антихристов голосовать не будете. Я никому не говорила, что за Антихристов голосовать не буду. Участия в голосовании я не принимала, но по какой причине я сказать не могу. Виновный себя в распространении контрреволюционных убеждений я не признаю». 15 марта 1938 года тройка НКВД приговорила Иннокеню Александру к расстрелу. Иннокеня Александра Самойлова была расстреляна 22 марта 1938 года и погребена в общей безвестной могиле на полигоне Бутова под Москвой. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. 40 мучеников Севастийских, мученика Урпасиана Никомедийского, святого Кисария Назианзина, брата святителя Григория Богослова, праведного Тарасия Леоконийского, священномучеников Михаила Маслова, Алексея Смирнова, Дмитрия Глевенко, Сергия Лебедева, Сергия Цветкова-Пресвитеров и Николая Горюнова-Диакона, преподобно-мученика Иосафа Шахова-Иеромонаха и преподобно-мученице Натальи Ульяновой-Послушницы. Совершается празднование иконе Божией Матери Слово-плоть-бысть Албазинская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем кезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Постимся постом приятным, благоугодным Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова